Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала «РЕН» продолжают новости Анапа-регион в студии Кристины Рабина. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Юбилейная пятая кубанская ярмарка 2015 открылась сегодня. Профилактика лучше лечения массовой вакцинации продолжается на курорте. Необычное письмо. Анапчана доливают вороны. И сейчас обо всем подробнее. В новом выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград-Юг» сегодня торжественно открывали юбилейную пятую горпромышленную выставку «Кубанская ярмарка-2015». Анапская делегация – одна из самых многочисленных на ярмарке. Ярмарка дает возможность представить достижения малых форм хозяйствования как потенциальным покупателям, так и возможным партнерам. На ней завязываются замечательные партнерские знакомства. Друг другу партнеры готовы оказывать содействие в производстве, переработке и реализации сельхозпродукции, делиться достижениями. «Кубанская ярмарка» – одна из крупнейших ярмарок сельского хозяйства и товаров народного творчества в России. Ежегодно она привлекает сотни тысяч жителей Краснодара и гостей городов из различных регионов России. На огромной территории выставки представлено более тысячи сельхозпредприятий «Кубани». Город-курорт Анапа на Кубанской ярмарке 2015 представляют 18 участников в таких кластерах, как виноделие и агротуризм, садоводство и виноградарство, растеневодство, народные промыслы, продовольственные товары и рыбоводство. Конечно, мы хотели бы, чтобы наша специфика была привязана к санаторно-курортному комплексу, потому что Анапа – это детский курорт, это территория, которая в летний период, в период высокого сезона, конечно же, нуждается в очень большом количестве сельскохозяйственной продукции для наших гостей – высококачественной кубанской. Вот, в принципе, мой приезд на выставку – это то, чтобы как можно больше пригласить к нам сельхозников в наших Краснодарского края. В городе у нас уже хорошо знают продукции таких предпринимателей-виноделов, как Иван Каркизейди и Роман Антоненко. У их стендов задержал свое внимание и губернатор Краснодарского края. Садоводы Анапы, отец и сын Бедаревы, настоящая наша знаменитость, выращивают и вкусную, и яркую продукцию. Владимир Бусик и Владимир Косенко, растеневоды Нариманов, Веробян, Гасанов, Гайне, Тарасян прославляют Анапу очень качественной и экологически безопасной продукцией. Нам есть чем гордиться. В режиме видеоконференции состояло заседание Краевой антинаркотической комиссии, которую провел вице-губернатор Николай Далуда. Анапа приняла участие в работе комиссии. Комиссия рассмотрела ряд вопросов. От эффективности профилактических мероприятий в подростковой среде до принимаемых каждым муниципальным образованием мер по пресечению незаконного оборота наркотиков. В Анапе в течение года для 10 тысяч школьников прошли лекции и видеолектории о смертельном вреде наркотиков. Но гораздо важнее теории вовлечения молодежи в занятия спортом, музыкой и общественную деятельность. Глава курорта требует, не нужны цифры для отчетов, нужна реальная работа с подростками и детьми. Такого же подхода в работе с проблемными молодыми людьми Сергей Сергеев ждет от глав сельских округов. Обращаюсь к главам, оставшимся в зале. Все знают, сколько живут у вас на территории из этих 20. И вы знаете их по фамилиям, и вчера были у них друг. Намек понятен? А вот для тех, кто приступает закон и торгует наркотиками, должно быть адекватное наказание. В этом году сотрудники Анапского отдела наркоконтроля возбудили 13 уголовных дел в отношении наркодельцов и пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся сбытом смертельного зелья на территории нашего города. В районе Южного рынка продолжаются работы по благоустройству. На глазах преображается участок, который раньше анапчанам казался безнадежным. Будущий сквер уже обретает узнаваемые черты. Тротуарные дорожки выложены плиткой, завершен монтаж автоматической системы полива. Высаженная газонная трава и кустарники, которые появятся чуть позже, будут свежими и зелеными. Система декоративного освещения гармонично вписалась в экстерьер микрорайона. Сквер будет популярным местом у жителей близлежащих домов. Он и сейчас не пустует. Мамы с колясками прогуливаются по новым дорожкам. Я все радуюсь, кругом думаю, как хорошо это на пол. Просто в течение последних пяти лет, просто заметно, очень даже. Так что я довольна, честное слово. Правда, довольна. Ну, хорошо это. Ну, конечно, не все сразу. Москва строится, так же и Анапа. Отгородиться от суеты на автомагистрале в прямом смысле слова поможет живая изгородь. Платаны, клёны, липы, акации и голубые ели создадут приятный микроклимат и желанную тень. Правда, всю картину портит безобразный рекламный щит, который глава курорта поручил убрать. Но щит и поныне там. Городская поликлиника проводит массовую вакцинацию от вируса гриппа. Выездные бригады проводят вакцинацию сотрудников предприятий и учреждений без отрыва от производства. На курорте профилактики здоровья населения уделяется большое внимание. По инициативе главы Анапы Сергея Сергеева организованы дни здоровья, где можно выявить заболевания на ранних стадиях. В профилактике относится и своевременная вакцинация населения от гриппа. Выездная бригада врачей сегодня делает прививки от гриппа сотрудникам управления социальной защиты населения курорта. У нас особенная работа, потому что мы работаем непосредственно с населением. Каждый день наши специалисты принимают до 20 человек. И в разгар, как мы говорим, такого эпидемиологического подъема, когда очень многие люди к нам приходят и больные при этом не заботятся, не носят ни масок, ничего, для нас очень актуальным становится вопрос работоспособности коллектива. Если у нас выбывает 2-3 человека по причине болезни, то, соответственно, увеличивается нагрузка на коллег, но, с другой стороны, увеличивается и время ожидания наших граждан, которые приходят к нам за различными мерами социальной поддержки. Поэтому, как руководитель, я рассматриваю, что это не только помощь нашим сотрудникам, вернее, профилактировать свое здоровье, но это, прежде всего, и экономическая составляющая. Процедура занимает всего несколько минут. Вакцина получена качественная, хорошо воспринимается организмом и вырабатывает устойчивый иммунитет. Противопоказания есть. Это какие-либо аллергические заболевания, аллергические реакции, которые ранее выявлялись при проведении вакцинации, острые респираторные и вирусные инфекции, различные лихорадочные состояния, кишечная инфекция, беременность и лактация. Любая организация может обратиться в горполиклинику и сделать заявку на вакцинацию. Для определения имен жителей Анапы, добившихся лучших показателей в работе по итогам года и публичного их признания, в целях пропаганды делового опыта, активизации партнерских отношений и стимулирования инвестиционных процессов, а также выявления и поощрения граждан, вносящих существенный вклад в развитие муниципального образования, проводится ежегодный конкурс «Профессионализм, достоинство, честь». В конкурсе 15 номинаций. По итогам предложений от граждан, предприятий и общественных организаций, направленных в Управление экономики и инвестиции администрации города, специальным жюри будут названы «Главное событие года», «Лидер экономики», «Проект» и «Дебют года». Выберут предпринимателя года и настоящего хозяина. Среди номинаций «Честь мундира», «Родительское отличие», «Новое поколение», «Сердце людям отдавая», «Моя жизнь культура». Будут отмечены успехи спортивные и стремление человека победить недуги. Эта номинация называется «За волю к жизни». Будет отмечено и самое громкое имя в культуре и в журналистике. Заявки будут приниматься в кабинете 317 администрации города до 1 декабря 2015 года, а награждение победителей по традиции состоится в канун Нового года. Не совсем обычное обращение поступило в администрацию города. Жители дома 60 на улице Протапова просят спасти их от засилья ворон. Огромная стая пернатых, по словам людей, по вечерам устраивает не только дикие концерты, но и бросается на детей. Мы попытались разобраться с проблемой и обратились за советом к специалистам. Пятиэтажка, окруженная высокими деревьями. С одной стороны вид из окон открывается на сквер Гудовича, с другой на тихий двор. На первый взгляд уютно и спокойно для жизни район. Но с недавних пор покой жильцам дома на Протапова 60 только снится. Беспокойное и тревожное соседство – стая ворон. Их активность проявляется с утра, где-то с 4,5 утра до 6. Это ор стоит невыносимый. И к вечеру вот они сюда вот прилетают. Вот у них здесь гнезда, весной здесь вообще невозможно ничего делать. От пернатых страдает все и все кругом. Тротуар сплошь белый. Автолюбители вынуждены укрывать машины брезентом, иначе разоришься на мойке. Нам прислали любительскую видеосъемку. По ночам здесь можно снимать фильм ужаса. Еще несколько лет назад в окрестностях было не более пяти гнезд. Сейчас со счета сбились. Исчезли кукушки, дятел и даже голуби. Проходили отдыхающие, понимаете, упал или вороненок или что-то. Он подбежал к нему, и наслетели два или три ворона. Понимаете, мужчина был, отогнал их. Москвич Дмитрий отдыхает в Анапе. Делится столичным опытом и предлагает радикальные меры решения проблемы. В Москве уже давно с этим справились. У нас были случаи, там нападали вороны на людей. Посыпали чего-то. Все, и вороны все исчезли. За консультацией мы обратились к председателю правления Анапского общества охотников и рыболовов Александру Дадура. Эта проблема возникает практически каждый год. Каждый год граждане города Анапа жалуются на эту тему. Но это в основном не вороны, а грачи. И с каждым годом их численность растет. И они все больше и больше устраивают своих гнездовий. На высотных деревьях, ворско-заросших. Вот такие места они и предпочитают. Ну, что мы можем сказать? Да, эта птица находится под законом. Уничтожать ее запрещено. В естественной среде обитания численность грачей регулирует пернатый хищник. А что делать городским жителям? Ну, может подключаться какие-то специализированные организации. Подъедут с вышками, разорят их гнезда. Может произведут обрезку деревьев. Уберут гущину. Похоже, пока это единственный способ борьбы с напастью. На сцене работники таможни в городском театре состоялся 20-й смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества в таможенных органах, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На сцене городского театра должностные лица разных филиалов таможни. Но вместо формы – артистические костюмы, а вместо работы – танцы и песни. Конкурс объединил работников Южного таможенного управления в творческом порыве. Сегодня был 20-й мото-конкурс на таможенных органах Юга России. Но я хочу отметить, что это второй региональный этап. Вообще, конкурс проводится по всей федеральной таможенной службе. Соответственно, это 20 лет, предыдущий день для года. На юге России у нас участвовали все 8 таможенцев, которые находятся в подъемном таможенном управлении. Более 100 участников боролись за первое место в одной из 9 номинаций. Танцы, вокал, инструментальное исполнение – вот основные направления конкурса. Новороссийск, Ростов, Краснодар и многие другие города увезут домой дипломы и награды. Мы не первый год уже участвуем в этом конкурсе. Нам очень нравится. Мы очень благодарны таможенной службе за то, что она дает нам возможность участвовать и раскрывать свои таланты. И работать не только на благо Родины, но и раскрывать себя как творческие личности. Все участники смотра конкурса получили яркие впечатления и новый творческий опыт. С 4 по 25 сентября в Анапе проходили 17-е Всероссийские спортивные соревнования школьников президентские состязания 2015. Победители состязаний наградили на торжественной церемонии закрытия. Во Всероссийском детском центре «Смена» собрались ребята со всей нашей необъятной страны, из 80 регионов, 149 классов команд. Три недели юные спортивные таланты проявляли свое мастерство в многоборьей беге, бадминтоне и дартсе, настольном теннисе, шахматах и плавании. По количеству призовых мест лучший результат у команды Республики Хакасия. Три призовых места. Мы так давно ждали этой победы. Очень рады ей. Второе место разделили команды Чеченской Республики и Хантамансийского автономного округа. У каждой из команд по две победы. 25 класс команд заняли по одному призовому месту. Церемония награждения победителей 23 сентября получилась яркой, торжественной и одновременно очень трогательной. Награды и подарки нашли своих героев. Среди сельских класс команд на третьем месте команда Пермской области, на втором Приморского края и победила команда Саратовской области. В общекомандном зачете среди городских класс команд на третьей ступени пьедестала почета представители Республики Коми. Серебро у команды Волгоградской области, а золото выиграла команда Челябинской области. Сюрпризом для участников соревнований стало выступление звездного гостя, участника телепроекта «Голос» Ивана Чебанова. И завершит выпуск прогноз погоды. Суббота 26 сентября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-26 градусов, ночью до 25 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Воскресенье 27 сентября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем 23-25 градусов со знаком плюс, ночью 22-23 градуса тепла. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. Далее информация о партнерах программы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.